Я привел домой человека-жирафа. Мы стояли у двери, а мама смотрела на нас сверху вниз и сергита покачивала головой. Я обнял человека-жирафа, тем самым давая маме понять, что очень хочу оставить его у нас. Я нашел его на улице, возле школы. Неуверенно начал я и запнулся, наткнувшись взглядом на сверкающие глаза мамы. Можно он поживет у меня? Я постарался вложить в эту фразу всю жалость, на которую был только способен. Он даже из комнаты не будет выходить. Ага, мама! Мама вздохнула, но ничего не ответила и ушла на кухню, оставив нас в недоумении. «Пошли, Эрнест, пошли!» Я потянул человека-жирафа в свою комнату. Он еще не привык к имени, которое я выбрал для него, и удивленно взглянул на меня. Затем фыркнул и засемнил за мной в комнате, где я стянул с кровати одеяло и соорудил из него нечто наподобие гнезда. «Будешь здесь спать?» засиял я от радости. Эрнест засопел и начал обустраиваться в своем импровизированном жилище. Он долго мял копытами одеяло и лишь через несколько минут, успокоившись, улегся и задремал, вытянув свои битвы и шеи. Я пребывал в диком восторге, но старался лишь уметь, чтобы не разбудить своего нового друга. Наконец мне надоело рассматривать спящего Эрнеста, и я уселся за стол учить уроки. Однако все мои мысли занимал человек-жираф. Я ни о чем другом думать не мог. Я представлял, как мы здорово будем проводить время, как будем играть на лужайке перед нашим домом, как во время зимних каникул Эрнест будет катать меня на санях. Я так увлекся своими мыслями, что не заметил, как на часах пробило шесть, и за окном начало терметь. Эрнест уже проснулся и слонялся по комнате, периодически пытаясь жевать занавески. Я решил принести ему поесть и прошел к нам на кухню. По моему счастью, мама на кухню не оказалась. Видимо, пошла в магазин решить. И, пожав плечами, я набрал полную тарелку картофельного пюре. Эрнест очень обрадовался едей, проглотил всю порцию меньше, чем за минуту. Он ел с таким аппетитом, что я даже собирался привезти ему еще. Но услышал скрип в одной двери и решил не рисковать. «Мама пришла!» – объяснил я человеку жираф. «Будет ругаться, наверное, я позже что-нибудь достану». Я снова обнял Эрнест. «Веди себя хорошо, Эрне!» – я отнесу тарелку на кухню. Я повстречался с мамой, вернувшись из улицы. «Ну как твой зверек?» – совершенно беззлобно спросила она. «Я его покормил», – я смущенно потупил взгляд. «Тарелку за ним помой», – сказала мама и ушла в свою комнату. «Я понял, что это победа, и Эрнест останется живым у нас». Через час пришел папа, как всегда уставший после работы. Увидев Эрнеста, он сначала нахмурился, потом широко улыбнулся и потрепал на ему волосы. «Как дела в школе?» – спросил он, глядя мне в глаза. «Нормально, папа, а это Эрнест. Мама не против, чтобы он жил с нами?» «Ну, раз мама не против, то я тоже протестовать не буду. Главное, чтобы полглав не гадил». Папа серьезно посмотрел на человека-жирафа, тот как будто бы понял оскорбление и затопал ногой от возмущения. «Нет, папа, он не будет, правда, Эрнест?» Я подошел к человеку-жирафу и погладил ее. Папа еще раз улыбнулся и отправился в спать. Когда совсем стемнело, я поставил возле места миску с водой и забрался в кровать, укрывшись своим старым пенжаком. «Доброй ночи, Эрне!» – прошептал я, а человек-жираф со своими головами под одеялом и захорпел. А ночью мне приснилось, что человек-жираф убил моих родителей. Он оторвал папе руки, а маме раздробил череп копытами. Он стоял на кухне, весь в крови и отрывал зубами куски плоти от двух истерзанных дел, а затем выплевывал их в огромную кастрюлю и говорил, что эта похлебка будет лучше картофельного пюре. Меня разбудил аромат еды, исходящей из кухни. Встал с кровати и, не умираясь, попрел туда, чтобы посмотреть, что же такого вкусного приготовила мама. Отец сидел за столом и читал свежую газету. Перед ним на столе стояла тарелка с ломтями дынящегося жареного мяса. О, кто проснулся! А ну скорее завтракать! Мама отошла от плиты и поцелала меня в щеку. У нас сегодня жаркое! А Эрнест с нами позавтракает? Спросил я, поймав улыбку. Папа понял, что он оценил шутку. И мы вместе рассмеялись. Мама подала мне тарелку с блестящими от жира кусочками шаркова. И я принялся уплетать еду за обе щеки. Сегодня был выходной, и я решил пойти прогуляться к городскому саду. Говорят, там нет карманного медвежонка.